У меня как будто хэллоуинская рука, смотри. Как будто новогодний завтрак уже. Всем привет. Всем доброе утро. Привет, красавица. Приготовила уже пирожков, напекла сама вода. Уже кучу дел делала. Ну так уже 11.30. Пора уже позавтракать. Сама выпила, Дарья. Да. Пирожки налетлены. Мой красивый пекарь. Приятно вам все нахитить. Да, будем кушать пирожки у нас, кстати, с горохом и с картошкой. Дома так красиво. Я еще не привыкла к Новому году в доме, но это очень вдохновляет. Радоваться уже сейчас Новому году. В общем, я хочу порадоваться больше. Я очень люблю Новый год. В общем, проводила Сашу, сейчас буду отпаривать вещи. Саша вернется через пару часов. Сейчас там поехал по работе. И потом мы пойдем в гости к родителям. Сейчас я напишу Сашиной маме. Мы договоримся и сходим к ним в гости. Они переехали в новую квартиру. Они нас уже приглашают-приглашают. У нас были дела. В общем, сейчас 100% сегодня пойдем в гости. Так что все, увидимся с вами позже. Смотрите, юный поваренок. Саша будет готовить сетан. Сейчас мы вам покажем классный рецепт. Я тут пока красусь. Сейчас мы приготовим вкусный, полезный. Подожди, мне тут надо отмерить. Отмеряю полтора килограмма. На килограмм муки 650 миллилитров воды. На полтора килограмма, соответственно, 975. Заливаем. Месим. Меси, меси, меси. Фу, такая гадость. Тесто как тесто. Это девчачье, короче, дело месить тесто. Это же релакс. Знаешь, такие антистресс. Это девчачье дело. Это какой-то девчачий релакс и антистресс. У меня как будто хэллоуинская рука, смотри. Как есть, так ты первый, а как мешать, так... А чего оно? Да, вот такая женская доля. Мешаешь, мешаешь, никто даже не замечает. Ну, блин. Давай, давай, уже почти вмешал. Еще последний рывок. Липким, липким поворачивай на дно. Такая, я же не могу его от руки отлепить. Вот ты вот там хватай, зацепляй и перейдешь. О, смотри. Узна, тебя научат сейчас тесто месить. Опять липким переворачивай. Тут нет липкого. Оно все липкое одинаково. Ты говоришь, как будто ты где-то липкое, где-то не липкое. Оно все по кругу липкое. Все, смотри, мешалось же, да? Мешалось там? Ну, там в углу остался еще мука. В углу остался мука. Я сунул туда руку, у меня теперь под ногтем. Это мука теперь у меня под ногтем. Все будет классно, меси-неси. Меси-неси? Да. Короче, все, замесил нормально. Руки очищай. Вот такая штука у меня получилась. Да, огромные комокки. Комокки тесто. Да. Это для Хэллоуина этот. Пальчики в кляре. Бууу. Ну, увидимся через 10 минут. Ну что? Тесто тут настоялось знатно. Липучее тесто. Да, получается прикольное тесто. Оно, видите, такое стало. Липучее. Липучее, да. От липучее тесто. Настаивать сколько надо? Полчаса? Да ну, от получаса. А? Не меньше, чем полчаса. Можно и два часа. То у нас часа полтора. Все. Теперь будем его мыть. Оно как бы, знаете, чем дольше постоит, тем лучше будет... Помою-ка я тесто. Ну, как это... Лучше настоится, лучше разбухнет мука. Больше останется сетана, лучше, наверное, будет. Ну, что там? Моется? Как енот по воскун. Надо, короче, завести енота по воскуна, чтобы он намывался и там. Ну, да, садишь его и идешь гулять в парк. Ну, я вот так вот просто делаю. В общем, это будет чистый белок. Тут будет белка... 50... 25, по-моему, 25, по-моему, 25. 50, на 100 грамм. 40 углеводов, 25 белка там. Это в... Блин, ну, короче, это не точная информация. Ну, это не точно. В общем, там очень много белка. Это полностью, практически, вот, вымоется весь крахмал, и останется белковая такая смесь. Вот это и называется сейтан. И уже из этого белка вы готовите все, что пожелаете. Все, что пожелаете. Но только три желания. Губка, вот, получается. Видите, то есть, вымывается крахмал и остается такая масса. На это количество литра два водички я поставила, добавила туда три лавровых листа и где-то полторы чайные ложки соли. Органик слайм. Нарезаем его на... Он трикоты? Ну, да, произвольные, но чем тоньше, тем быстрее сварятся. И еще они увеличатся в размере в два раза. Вообще его нужно промывать до прозрачности. Я вот не пойму, что у тебя жидкость-то белая еще до сих пор. Я специально так сделал. Хочу так. Тут особенная задумка у меня. Вариться они будут в зависимости. Если вы просто напополам разрежете, то будет вариться часа два. Вот такие антрикоты, ну, минут 30-40. Сварился. Затем мы его отжали. Немножечко от воды. Ну, он как губка, из него надо отжать воду. Теперь мы будем его мариновать. Кто как маринует шашлык. Будем добавлять уксус обычный, масло, соевый соус, чуть-чуть горчицы, майонеза и красный черный перец. Майонез легкий. Обязательно. Если хотите, чтобы это было еще блюдо для построения, то нужно легкий майонез. Ложка уксуса, пара ложек масла. Ну и остальное. Да, в принципе, все по вкусу. Соевый соус, конечно же. Вместо соли. Горчица мощная, поэтому ее чуть-чуть. Ну и секретный ингредиент. Что тут у нас? Мискатного ореха чуть-чуть. Немножко мискатного ореха и кориандра. Кориандра. Чуть-чуть красного перца, потому как он острый. И перец черный, душистый. Побольше. Чтобы было душисто. Замешиваем все это дело. Перемешал. Ну и получилось, в принципе, как варинованный шашлык. Все, оставляем на ночь. Хорошенько промариноваться, пропитаться. И завтра приготовим это вкусное дело. Носочек. У меня села камера, поэтому я продолжаю, когда ее хоть чуть-чуть зарядила. Носочек. Да. Носочек, носочек. У нас тут почти ствол. Новый год. Ладно, ребята, мы будем умываться и ложиться отдыхать, потому что завтра куча тоже планов. Так что увидимся с вами. Конечно же завтра, как обычно. Всем счастливо, хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»